Ну че, Конор Макгрегор пришел, ты знаешь, что... Так, здорово, он сказал, что мы с ним встречаемся, присадимся. Да ладно. Какие-нибудь, если мы таки, вот ты едешь, я иду, мы такие, здорово, здорово, ну че. Такие, серьезно. Да хуйня, рассказывай. Короче, я смотрю, ребята, вам понравился этот формат наш, такие небольшие байки на неделе. От еврея. Я тоже свои байки буду рассказывать. Ну а так как еврей у нас обещал в прошлом выпуске рассказать супер байку про свою тачку, про Волгу, то давай, мы все ждали всю неделю, внимательно слушаем, давай. Да, друзья, всем привет, это байки от еврея. Это не байки от еврея. А что это? Смотри, знаешь, как любят говорить, прошла неделя, а он все еще в этой же футболке ходит. Он что, всю неделю в одной футболке ходил? Да, пишут. Ты, блядь, а что, нельзя ее постирать и ровно через неделю одеть? Ладно, давай. Давай рассказывай, как тебя кинули в детстве с тачкой? Сколько тебе было лет? Мне было 11 лет. Блин, так твоих родителей, может, кинули там или что? Да, не меня, а именно моих родаков кинули. Что было? В общем, история такая. И конечно же, опять связано же с автомобилем. Но, 2003 год, мои бардаки. А я уже потрахался тогда. Это когда ты спел тут? 2003. Мне лет 14 было. Это что, у тебя цены перепала уже? Ну, вроде, да, но 14 где-то вот так вот в это время. Короче, я уже тогда трахался. Давай рассказывай дальше. Не обижайся на это. 4 года я еще к детственникам ходил. А потому что, блядь, начал похождения свои любовные, интимные. Давай дальше. Купили мои, отец, матерью, тачку. Хорошая причем, Волга, 29-я. Почем? За 45. Нифига. Тогда была хорошая, была машина. Очень хорошая была. Нигде не ржавая. Не гнилая, да? Не гнилая, хорошая была Волга. Вот 29-я была Волга. Так. Мой батя случайно на трассе ехал с работы и улетел в кувет. КамАЗ обгонял и в кувет улетел. Я такой, блин, батя, машину разбил. Все, он гараж поставил. И мы такие думали, надо, конечно, в ремонт отдавать. И тогда, тоже неподалеку, в одном частном доме, ребята, послушайте. В одном частном доме хозяин этого же дома, мужчина немолодой, устроил у себя там автосервис, можно сказать. Нанял ребят нерусской национальности, не знаю, там были у него армяне, казахи, неважно. Просто мы живем на Урале, и поэтому какие-то подобные ребята, но нерусские, для нас это так. Типа, о, он нерусский. Ладно, если мы жили где-то бы в Москве, это как бы вообще норма. А для Урала, нерусские ребята, это уже немножко необычно. Там они машины ремонтировали. Кто-то обращается, да, конечно. А он сам, этот хозяин этого дома, хозяин этого и дома, и сервиса, ездил на Линкольне. Жека, Линкольн. Это корабль еще больше и лучше Волги. Я сам в нем ездил на Линкольне. Это крутая тачка, Линкольн. Это как из клипа, фараона скры-скры что ли? Знаешь, когда, а может быть, в нем видел, когда клипы такие рэперы, машины когда качают, она такая, вот такая длинная. А там она такая квадратная еще. Да, уже такая качается. Нифига, и это было там у вас в колхозе? Да, Линкольн. Вот такой, у него такой один, наверное, Линкольн был. Я тоже на нем ездил. Вот он, моя мама, и мы ездили, поэтому он такой, знаешь, такой, такие сигары охуенно. Он курил, такой, знаешь, такой, на Линкольне. Я такой, что сзади? Фига, корабль, там, что-то вообще не было в этой машине. Это уже как охуенно, вот даже не знаю, это крутая тачка, охуительная тачка. Все, мы тачку нашу отдаем к нему в сервис, его дом. Я, конечно, ну там познакомился и с этим Володей, дядя Володя, и с его ребятами, с кем он, ну кто работал, кто... Я проверял, ездил, как машина, какой там процесс, как ее ремонтируют, кто ремонтирует. Сколько ее в итоге ремонтировали? Я тоже не помню, но ремонтировали ее, больше недели ремонтировали ее. Все приезжают, а уже, меня тут уже знал, что тут... А вот там, его зовут Леша Колесников. И вот как бы, вот именно нашу машину он ремонтировал. Все, и уже ближе к дате, когда уже все, надо приходить машину забирать. Это Леша Колесников на нашей тачке, на нашей Волге, куда-то уехал, вот открылся. Прям исчез. Просто исчез на нашей машине, именно на нашей машине он исчез. Мы две приходим, говорю, Володя, машина ты где? А не знаю, он, Леша сказал, что он к вам ее машину сдавать. Мы такие, Володя, ну Леши не было, и машину у нас, мы машину не получили. Где Леша? Не знаю, давай его Леша вообще как-то искай. Где, что, где машина, где этот Леша? Все, Леши нет. Спустя пару дней, мы начали везде где-то ходить. Мама у меня вообще расстроилась сильно. Прямо-то слез расстроилась сильно. Спустя время нам сообщили, что наша машина находится на штрафстоянке. Мы, друзья, прибегаем туда с матерью вечером. Машину эту смотрим. Да, мама прям вообще в слезы. Машина разбита стоит и разворована. Нифига. Она на вас была оформлена? Да. Просто номера еще транзитные. Мама сообщила это отцу. Все расстроены. Правда, машина наша. И самое, что интересное, мы узнали. Этот сука, пидорас этот, Леша Колесников, машину взял, поехал на болты с пацанами, с девчонками. Катался по лесу и въебался в дерево. Этим же, блядь, это же сука, он ее ремонтировал. И в эту же сторону въебался в дерево, блядь. Представляешь? Ха, блядь. Так, и что было дальше? Машина простояла, не знаю, день-два в лесу. Где-то в ебенях стояла наша машина. И гайцы ее нашли. А-а. И его гайцы нашли. Машина вообще бесхозная. Они же привезли на штрафстоянку. Мы вызвали независимого эксперта, который приехал, нам оценили, например, машину выбрать за 45. А сейчас, которая она у вас есть, она оценивает всего 18 тысяч рублей. Все, типа, давайте, ребят, продавайте, такая, какая она есть. И мы вот так и нашли покупателя. Нам, это, мужчина обратился, он машину эту купил, такая, какая она есть. Мы подали за 18 тысяч рублей эту машину. В таком состоянии разбито, это еще и вот такая была вся. А этого хуя нашли? По поводу этого хуя мы его нашли. Состоялся суд, кстати. Состоялся суд. Все были батя, мама, я и адвокат, судья, то есть адвокат, я точно не помню. Мирную, давайте, ребят, мирную, типа, сделаем, примиритесь, пожалуйста, говорит. И мой батя, дурак, блядь, дурак. Я думаю, что дурак. С ним примирился. И получил одну расписку на 1600 за то, что он отдаст бате моему 1600 за мафан. Который был в Волге в нашей. Представляешь? Вот такая была ебала. И он, Леша, приходит нам домой, а все, эту 1600, вот на, и все, остальные 40 тысяч за ущерб он нам не вернул. Мы начали его искать, приехали к его родокам, поселок, поселок Кедровое. А где Леша, они не знают, или покрывают, не знают, где Леша. На самом деле, они знают, где Леша. Они же как покрывают своего сына. Ну, разумеется. Вот, мы раз приехали туда, в Кедровое, да, приехали, а мы не знаем, где Леша. В общем, Леша начал от нас скрываться. Да и правильно сделал, что наш скрывает, что он видел, что лохи, блядь. Что, отдал 1600-то, и все. В итоге мы, в итоге, мы Лешу этого не нашли. Получили мы посуду 1600 по расписке за мафан в Волге. И машину, как бы, ну, мы, получается, продали за 18. Все, и так вот, таким образом, мы остались без машины. Ну, 20 тысяч опять проебали. Опять проебали деньги и опять лоханулись. Тьфу ты, блядь. Ну, кто знал, что мы просто машину разбили. Мы отдали в частный дом, по знакомству нам, посоветовали его. Должно, что вот этот, сука, урод, блядь, этот козлин, этот долбоеб, блядь, ее украдет. А с этим хозяином Линкольна какой-то договор был, ничего же не было. Не было, все на словах. Ну, вот так-то вот на словах все по знакомству-то. По знакомству, на словах, все, конечно. Вот так все заканчивается, ребят, всем вот этим вот. Такой вот хуйней заканчивается. Субтитры сделал DimaTorzok